всем привет здравствуйте с вами the station фх и сегодня андрей ну почти полностью андрей и немножко иван будут рассказывать вам о новом ролике который был пронспонсирован вами на наших еженедельных стримах по четвергам дековых power hammer 40000 ролик посвященный собак крестовую походу номер и собак вообще довольно обширная тема как оказалось потому что этот регион ввели для того чтобы в нем происходило очень много событий для писателей скажем так сделали бека чтобы в нем можно было все что угодно устраивать глобальные кампейны которые бы не сильно влияли на весь остальной мир потому что мир и собак находится на самом-самом краю империума человечества это вот даже здесь его нету сегментом пацифику с краешек тут даже его нету этого даже на карте на нашей карте вот это у нас есть не обозначено что находится с краю с если смотреть на карту галактик справа вот и это звездное скопление большой такой регион который объединен вот этим названием мир и собак он прилегает к неизведанным территориям уже за пределами империума человечества где водится всяких оси тексеноса в больших количествах называется это часть космоса сангвенарные миры и кто оттуда лезет уже в пределы империума человечества мы поговорим конечно же позже ну как обычно начнем с предыстории потому что без предыстории совсем никак откуда вообще взялись и почему называется мир и собак еще стоит сказать что эта книга довольно таки старая то очень старый комп да потому что выпущена она была в рассвет наверно классического бэкграунда 40 тысяч которые всем нравится то есть во времена по моему конца 3 редакциям она была выпущена или даже 4 редакции любом случае она оформлена в стиле напоминающим лично мне дюну ну вот это вот все было оттуда просто выкачано из старого бека вархаммера я бы даже сказал военные какие-то хроники девятнадцатого века да 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 вот такая гремучая смесь очень антуражная книга и рекомендуем всем хотя бы с ней ознакомиться полистать просто оформление посмотреть арты и фотки большую часть бека написал дэн абу да при участии дэн абу нет разрабатывать вот этот кампейн он в основном бэкграундовый конечно же то есть да события его не отыгрывались как таковые и он писал очень много худлита это его серия танецкий первый единственный first and only про комиссара гаунта это титаникус это имперс двойной орел посвященный как раз сражением на полях миров находящихся в регионе саббат про серебряных змей написал про космодесантников которые принимали там тоже участие поэтому довольно много именно книг с бэкграундом но мы именно весь кампейн 20-летний до которого происходил то поле событий сейчас попробуем быстренько как быстренько за часок вам рассказать заглохла вот заглохла идея вели новое поле это варзона так называемый оба сейчас сказал да потому что геймс ракшоп теперь называет это дело варзонами и продвигает бэкграунд именно по варзонам и вот варзона саббат она как-то исчезла из поля зрения и вот забылась мне кажется просто дали да нам нету порезвиться написал кучу книг там было очень много интересных вещей и сейчас мы про них расскажем вы скорее всего с ними тоже сталкивались в процессе чтения различного бэка по вархаммеру 40 тысяч но будете находить для себя интересные какие-то моменты предыстория вот этого региона начинается в 35 тысячелетии да то есть как там написано за примерно тысячу лет до эпохи ереси вандира да как раз то есть это было еще до потом уже случились события которые мы рассказывали в ролике про ересь вандира и вот до того в этих мирах саббат происходили интересные события они были колонизированы уже империей но поскольку находились на окраине сектора сегмент ума пацификус и прилегали к так называемым вот этим сангвинарным скоплением сангвинарным звездам где жили в основном хаоситы культисты не пойми кто ксеносы и прочее то они постоянно были подвергнуты нападением хаоса и вот в 35 тысячелетии на планете хаги появляется девушка святая она была пастушкой очень верила в императора сильно хаги была фермерским таким пасторальным мирком все красиво прям рай и красота и значит у девушки начинают возникать различные видения и она прям как жанна дарк решает что нужно поднять виллы взять фил и поскакать в орлеан правильно поднять знамя великого крестового похода чтобы ее родную звездную систему освободить от хаоситов да то есть очистить и человечество чтобы в этой вот гигантской звездной системе жила долго и счастливо она своей святостью и проповедями заражает различных лордов милитантов и прочих высокопоставленных чиновников плюс экклезиархов естественно тоже и таки да да все к ней примыкают и в едином порыве начинается крестовый поход за освобождение от миров это как в песне обыденный только что вспомнил сейчас подожди обыденный сюжет всех религий примерно то же самое что вы смотрели уже во многих других наших роликах слушали начинают присоединять вот эти все миры к империуму изгонять хаоситов сами вот эти вот миры тогда еще не звались мирами собак они задают нескольких скоплений звездных причем их очень много там там реально очень много звездных систем там очень плотно так утрамбовано и там есть система новый путь звездная большая группа хана там название очень много система кабала то есть они значит такие названы непонятно почему так да про систему кабала там будет вообще отдельный разговор потому что она древней расы ксеносов принадлежал даже не эльдар причем ну вот и вот эти все звездные миры начинают изгонять хаоситов под власть империума передавать нести религию императора а там планеты они поскольку находятся на крайне галатки не заселены очень дикими варварскими племенами там даже технологии не то чтобы много где есть то есть да по сути гигантский этот крестовый поход который набирает мощь и уничтожает хаоситов по сути он воют с варварами и они значит прокатываются по этому сектору звездному 105 лет длится и крестовый поход вот это вот святая 105 лет ведет вперед но войска в какой-то момент они сталкиваются с сопротивлением хаоситов и она мученик принимает мученическую смерть получает от хаоситских лордов 9 кровавых смертельных ран ее вытаскивают ее труп десантники белых шрамов которые к ней примкнули у нее сформируется некое такое воин воинство то есть за то за что потом мандир поплатился у нее тоже было вот это гигантское воинство формируется она состоит из во первых спейсмаринов белые шрамы и медные черепа такой орден он потом был исчез но тем не менее принимал участие потом соответственно это колониальные полки которые там находились то есть тем кто из основного сектора империи прилетал колонизировать эту всю звездную систему потом у нее есть некая странная в этом же в ее крестовом воинстве образование оно описано как воинствующие сестры и тут вот вот в хрониках очень интересно там написано так знаешь как настоящих исторических хрониках что а мы не знаем кто это такие вот какие-то монахини которые очень сильно как бы верят в императора и они очень сильно хорошо сражаются несут вот это вот благодать императора но кто такие мы не знаем и там типа мнение расходится что это вроде как сестры битвы но такие подождите там же не может быть никаких сестры битвы но это было только через тысячу лет таки да не может быть но может быть это какой-то типа часть ордена вот этих вот невест императора которые на сан-ли-ори возникли другом к сагалат да якобы они туда прилетели и вот святая бяти саббат это вот вроде как может быть одна из невест императора еще до событий ереси вандира ну это типа такие слухи и знаешь такая пасхалочка небольшая скорее всего я не думаю что там это сильно как-то педалируется тема плюс еще огромное количество пилигримов верующих в император и прочее прочее к ней примыкает они вот этого крестовым воинством освобождают эти миры вот она прилетает на эту планету харкалон где принимает мученическую смерть и и канонизирует белый шрам отводит ее на родную планету на хагию и строит ей там гигантское святилище и миры саббат называется ее честь и они приводятся под власть империума империум хлопает в ладоши все довольны и сражают уже сражаться не ряда хаоситов прогнали за пределы обитаемого космоса и собственно говоря до тридцать седьмого тысячелетия в общем то все более-менее там живут нормально две тысячи лет примерно две тысячи лет но потом культисты как его стали называть архиврага не какого-то там хаоса там кстати что странно нет практически космодесантников хаос потому что до около ужаса далеко до миллсторма далеко конечно там в основном культисты и это правильно это круто потому что обычно в новом сегменте развития бека вархаммера у нас космодесант хаоса варбанды уже везде это как ноунейм враг раньше было немножко по-другому раньше именно космодесант хаоса представляла себя огромных исполинов мутированных ветеранов тысячи боев в первую очередь легионеров на то время но не было так много барбанд были легионеры и они были реально крутые и просто так раскидываются стадами было как-то не в кассу и начинают постепенно в тридцать седьмом третий туда вторгаться от этих хаоситы культисты именно поскольку миров очень много они все на разной степени развития но именно крутых там миров ульев или кузнец там нету там очень много варварских миров они быстро очень обращают этих варваров дикарей под знамена хаоса и продолжают значит нашествие так получается что вроде а далеко очень от империума обитаемого на крайне что-то там происходит говорят что типа ребята у нас тут хаоситы ну вы тут сами разберитесь у нас ересь вандира нам там надо порядки тоже наводить из около ужаса лезут постоянно вы там сами как-нибудь с тридцать седьмого по сорок первое тысячелетие то есть да там три тысячи лет да они там хаоситы довольно неплохо до инфильтрировались и практически все эти миры захватили назад вот это все звездное скопление мир и собак оказались под властью хаоса под властью этих самых культов вот этого архиврага причем там есть действительно предводитель его зовут архон так великий архонт то есть самый хаоситский хаосит вот значит тогда был великий архонт надзибар какой-то злодей при злодею в имперских хрониках его конечно не описывают что вот как он выглядел он скорее всего это просто какой-то человек который поклонялся хаосу очень могу влиять ист колдун да и политик да и он в общем-то видимо в какой-то красной мантии на паланкинчике его носят рабы и все вот это вот он повелевает этими мирами как палпатин как палпатин да в сорок первом тысячелетии уже власть империума не очень там считается главенствующей больше хаоситов но учитывая что дикие планеты до которых вообще никто не долетал тут живут какие-то люди там условно говоря ну да но есть планеты которые более цивилизованные более колонизированным там даже вроде как какие-то полки имперской гвардии умудряются набирать но все равно хаоситов там больше а это же по сути ну как знаешь для истории империума большой религиозный мир на большая религиозная святыня вот это вот такой вот знамя великой святой было крестовый поход освободили миры в 35-м тысячелетии и решают что вообще нехорошо конечно хоть они и на окраине галактики типа замкадом живут но нехорошо надо бы их наверное им все таки помочь собрать большой крестовый поход и магистры на тере начинают соответственно заседать а это еще лоббируют из близлежащих секторов всяческий генералитет лорды-милитанты потому что если хаоситы захватят конечно они начнут распространяться надо освобождать надо освобождать и начинается значит процесс подготовки освободительного крестового похода это происходит в семьсот пятидесятых годах уже сорок первых тысячелетия то есть вот 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 уже почти там до конца таймлайна 300 лет то есть это уже совсем совсем современный бэкграунд а садятся обсуждают примерно пять лет у них это занимает и в семьсот пятьдесят пятом году начинают формировать вот это войско реконкисты от воевания назад миров саббат объявляют воителем некого лорда-милитанта слайда довольно известный генерал победитель множества компаний знаешь у него вот реально он выглядит как генерал девятнадцатого века какой-то там прусской армии или французской армии вот такой вот мужественный дядька с поверсвардом естественно он же генерал вармастер дарует ему титул говорят ты будешь командовать всем этим крестовым походом и значит преднул как бы планирует стратегию компании он конечно же не против этим заняться ему уже на тот момент 150 лет то есть пожил чувак причем жил он не ну вот в риву как раз сегментами пацификус неподалеку очень проникался всеми историями про святую бяте собак и вообще он как бы довольно экзальтированный верующий естественно и он конечно же хочет то есть он ему как у него знаешь есть такое чувство что это мое предназначение повторить подвиг святой отвоевать значит в отчину и святыню имперскую и вообще я такой вот это мой это цель моей жизни но я уже старенький поэтому давайте давайте быстрее крестовый поход набирают естественно огромнейшее войско просто неимоверное примерно описано да не учитывая подкрепление ну-ка не учитывая подкрепление которое постепенно туда прибывает что они подготовили чтобы отвоевать целое звездное скопление миллион миров ну не миллион конечно дофига 1 миллиард гвардейцев только гвардейцев миллиард ну наконец-то нормальное количество нормальное количество гвардейцев миллиард чем мелочиться это не это без не считая техники самолетов и прочего добра 6 орденов космодесанта 6 мая так сразу тоже не мелочиться видимо этот космоса он под патронажем белых шрамов потому что они помогали святой саббат 35-м тече отвоевывать его они естественно тоже целиком на протаре успех белые шрамы были пятым из первоначальных 20 легионов космодесанта первого основания организационная структура ордена отражает племенную культуру их родного мира а библиарии белых шрамов известны как грозовые пророки белые шрамы ведут набор рекрутов на одной планете мундус планус этот степной мир населен враждующими между собой племенами среди которых для вступления в орден избираются лучшие и самые многообещающие молодые войны как только воин становится белым шрамом его верность племени заменяется верностью ордену и императору орден белых шрамов высокомобилен даже по меркам космодесанта и специализируется на использовании штурмовых мотоциклов лэнд спидеров грозовых когтей и прочей быстрой техники для нанесения молниеносных атак наездники на мотоциклах в своих атаках часто используют специальное силовое оружие известное как силовое копье и другие ордена про них там потом скажем не все описаны потому что здесь космодесант на фоне миллиарда 6000 космодесантников как-то точечная операция размазана до считается плюс механикумы которые в принципе там тоже там есть пара миров кузнец но они не очень хотят влезать в это все как обычно механикумам не до этого но они выделяют легион титанов ну так ладно вот вам легион титанов только отстаньте от нас то есть это нормальная такая уже военная сила миллиард гвардейцев это естественно не один полк это множество разных полков имперской гвардии какой-то мардианский такой то есть со всех окраин со всех окраин набрали до полки имперской гвардии и эту гигантскую силу готовят чтобы вторгнуться в эти миры собак и их постепенно отвоевать лорд-милитан слайдер объявлен воителем все готовы все на низком старте он планирует планирует первым делом мы такой значит создаем плацдарм конечно планирует операцию назвал назвал ее редрейк планирует что в ней у нее входит создание плацдарма на окраине звездной системы чтобы там накапливать силы ресурсы какие-то значит потом застаем естественно застаем культистов архи врага врасплох представь появляется миллиард гвардейцев создают плацдарм все культисты в панике начинают разбегаться блокируем их контрудар потому что они конечно захотят нанести по нам контрудар но мы его заблокируем даже миллиард гвардейцев вот и обеспечиваем подкрепление постоянные для продолжения кампании планка на миллион план отлично миллиард по 1 миллиард вот и начинаем значит эту операцию родрейк со вторжения в такое в окраинное скопление звезд новый путь называется эта часть вот этого миров саббат да вот она довольно близко находится к имперскому обитаемому в космосу там лишь как интересно за эти миры они вроде на краю находится но с обитаемого как раз имперского пространства можно попадать они значит сформируют этот плацдарм вторгаются естественно застает врасплох культистов ну на этих окраинных мирах секунд я ну как секунд они начинают атаковать планеты потому что очень много планет на каждой планете культ естественный не один их нужно всех уничтожать эти планеты переводить под владычество империума и ресурсами обеспечивать дальше с этих планет крестовый поход продовольствием оружием горючим и прочим 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 начинают они с глобального от этого мира в этом новом пути с основного формал прайм они туда прилетают там сидит один из магистров архиврага шибол красная рука тоже злодей жуткий всех пытает любитель естественно сарай на колду как любой культист нормальный киус андилайт да тогда еще был да нормальный каос андилайт при всем при этом слайды говорят да мы за шесть недель сейчас эту планету захватываем создаем вокруг нее защитные укрепления начинаем у нее накапливать ищать народы да но за шесть недель не получается почему-то культистов там и слишком много они слишком хорошо сопротивляются плюс у них магистр целый сидит а магистры этот вот у архиврага вот этого надзибара это были типа самые сильные демагоги до воины лейтенанты такие хаоса но люди и он значит всех поднимает на сопротивление они в итоге держится 11 недель хотели за шесть нет не получается первая планета начала крестового похода что-то пошло не так культисты сопротивляются очень яростно и ну в общем то даже не парятся насчет того что там миллиард гвардейцев пролетел они просто не хотят сдаваться просто сражаются за кровавых богов только при помощи ордена космодесантников белой шрамы удается подавить сопротивление культистов они десантируются на планету на мотоциклах проезжает по ней вырезают всех культистов помогают в общем год они провозились с вот с одним первым оплотом плюс окрестными планетами то есть до семьсот пятьдесят шестого они вот на первый этап подготовка плацдарма да они вторглись все хорошо вот эта операция redrake она успешны признается все генералы хлопают в ладоши вы замечательный командир подумаешь чуть-чуть космодесантники помогли ничего страшного планируют продвижение дальше все плацдармы созданы начинает пребывать подкрепление следующий этап операция новый путь как раз захват вот этого всего от сегмента часть части миров сама естественно оказывается им сопротивление они начинают захватывать постепенно все планеты перц но естественным оказывается сопротивление кто не сопротивляется самое главное в первую очередь это ополченцы ополченцы которые перешли под власть хаоса на каждой планете существует с по войска планетарный оборудовались лет там совсем совсем были дикари но их как-то организовывают они являются хаосистским ополчением культистами сопротивляются негодяи потом туда прибывают подкрепление от архона архивраг отправляют на своих обученных уже волнами культистов тоже потому что он прознал о том что вторжение началось звездную систему он туда выдвигает все свои силы туда прилетает его войска они уже более качественно вооружены них есть техника у них есть корабли для перелетов между секторами все нормально и плюс ко всему еще из вот этих сангидарных миров постоянно туда прилетают разные ну скажем так рейдерские флоты повстанцы саботажники на который тоже устраивает хаос в этих всех мирах и не дают нормально продвигаться имперские войскам устраивают какие-то засады минные поля в космосе устраивают до какие-то точки перехода захватывают какие-то ключевые планеты грабят ну в общем создают хаос и вот эти три части они указывают довольно сильное сопротивление слайда конечно герится но генерал успокаиваются нормально все хорошо джаста сплэда мы сейчас нормально дожмем на же миллиард гвардейцев куда деваться вот и другая соответственно такая мощная точка мощная значит битва планета ашик 2 большой мир ашик 2 ашик 2 мир улей большой значит там сидит очередной магистр асфодель наследник причем наследником он сам себя назвал потому что он значит запланировал когда-нибудь унаследовать все эти миры которые под влиянием хаоса да значит этот асфодель наследник он очень хитрожопый парень потому что он не просто создает культистов он видимо имеет какие-то связи с культом механикум может быть дарк механикуму помогали может он сам разобрался начитался умных книжек но он создает какие-то хаоситские боевые машины скорби как они называются ну всяких в общем странных какие-то огромные непонятные исполнечки да разные конструкты и значит он с этими боевыми машинами вполне себе неплохо держит этот ашик 2 и опаску это мир улей да там не очень много пространств они вполне себе справляются туда отправляют войска под камнем маршала блэквуда он вроде как сначала начинает эти ульи плющить но эти механизмы не дают ему захватывать быстро он начинается проблем а вот дэнапник любит такие это механизмы непонятные гротескные какие-то конструкции это же было у него еще инквизиторе в инквизиторе он любит эти конструкции потому вот видимо здесь опять ниточка это прослеживается больше нет такого нигде обилия непонятно в общем на общем гвардии возникают проблемы с этими машинами скорби а механикум они как-то берет ну да мы вам вроде легион титанов далее ну не надо им сражаться вообще титаны это богоподобные машины что вы себе представляете они будут какие-то захватывать ульи и стрелять по маленьким бондиусом да ну на что ему слайда начинает такой вести под коверную с ними войну интригу он распускает слух что якобы якобы вот этот вот асфадель он значит какие-то связи с механикумами имеет и чуть ли сам не дарк механикум и вообще он практически карабченный механику и тут же естественно магасы они начинают переживать что как же она же плохо подумают хорошо хорошо мы сами разберемся сейчас отправим под титанов и наведем порядке все вычистим вправляют туда легион титанов титаны класса полководец императора эти улья разрушаются самое интересное они высаживаются зачищают эту планету но поскольку становятся машины с машинами обычным гвардейцам делать нечего и там даже знаешь было такое смешное описание что говорят что после зачистки вот этой планеты аж их два гвардейцам понадобилось не сколько хирургическая сколько психологическая помощь и в общем все гвардейцы которые наблюдали эти сражения титанов когда там длился рекой расплавленный металл улья там обрушивались погребая под собой сотни культистов они не очень хорошо в общем-то ментально себя чувствовали их потом нужно было реабилитировать планету зачистили ура ура благодаря механикумом титаном и прочим но асфадель сбегает он умудрился сбежать вообще на самом деле по сюжету будет понятно что у магистров у них основная способность этого время сбежать пуль и уничтожают планета захвачена начинает продвигаться дальше это естественно не знаешь не то что идет прям волна и они прямо по одной планетке там несколько линий силовых линии подкреплений захватывают постепенно вот так вот сегмент следующая планета которую нужно захватить стратегическим хорошо расположенная довольно важный элемент для переброски подкреплений для концентрации сил амбольд 11 тоже отправляют туда корпус для завоевания но ребята сидят там наверное еще серьезнее они выдерживают три волны три волны атаки то есть да они нормально они там сидят три волны имперской гвардии они перед переживают прямо на планетарном уровне цитадель отстреливается в космос лазерами все как надо имперцы начинают переживать да там один из имперских генерал генерал белфри он значит я сам там лично отправлюсь всю эту планету захвачу погибает вместо него командовать назначает полковника полковник бегулин как его там называют он не очень видимо хороший командир и в какой-то момент заводит имперские войска которые вы могли высадиться на планету в ловушку в какие-то там равнины где их хаосита начинает просто артиллерии утюжить классическая ловушка видимо его как-то подловили оказывается культисты не без мозга такие ааа хорнаты с топорами нифига это довольно продвинутые в стратегии парни значит заводит имперские войска в ловушку и начинает оттуда помогите помогите отправлять запросы на подкрепление чтобы его оттуда все эвакуировали и спасли что делать отправляют запрос прилетает целый орден космодесанты железные змеи который орден который придумал сам донабнет первые дни железных змей очень трудно проследить по сообщениям орденов второго основания их легион основатель неизвестен хотя они и относятся с уважением к рабауту желеману это не говорит о том что они потомки ультрамаринов поскольку они являются вне кодексным орденом нынешний глава ордена сейдон является 18 по счету с тех пор как были основаны железные змеи железные змеи не используют структуру рот как в кодексе вместо этого структура ордена базируется на обычных отделениях из десяти десантников их главная задача охрана области имперского пространства называющийся звездный риф хотя известно что они принимали участие в крестовом походе в мир и самбат и в ответе империума на 13 черный крестовый поход эти железные змеи они знаешь такие очень похожи на спартанцев у них греческие имена у них родная планета и так и называется то есть не такие серьезные воины ну вот прилетает эти железные змеи высаживаются на планету массированная десантная операция дроп поды все космодесантники практически которые до прилетели высаживаются на планету в итоге убивают 39 тысяч культистов почти ведь весь гарнизон который там держал эту планету и цитадель бывает 39 тысяч культистов при всем при этом потеряв как описано 8 космодесантник такой приятный бэкграунд старый вот игру нормально эпический командует этим капитан брат капитан железный змей феус он вместе с ними сражается на передовой и в итоге они убивают 30 тысяч культистов всех лидеров ловят это не имперская гвардия они не теряют куда же магистров и ну что делать одни всех распинают на стенах цитадель почему бы и нет собственно говоря всех хаосинских лидеров распинают на стенах цитадель такой терпеть до прилетает комиссариат начинает разбираться и полковника бегулина который завел в ловушку его расстреливают комиссары за что он не так сказать не соответствует своей роли кому имперского командующего вот все этого казнили все нормально продвигаемся дальше у них постепенно постепенно наращивание этого давления происходит в рамках этой операции новый путь следующая планета вернее не планета а там очень интересно описано битва за скопление лик святой причем там описывается как если вы с расстояния девятнадцать целых три десятых полупарсика смотрите на это звездное скопление то вам может привидеться лик святой саббат вот и в этом значит скоплении центральная плане планета саверем за нее начинают массировано в семьсот пятьдесят седьмом году сражение чтобы отвоевать потому что это тоже центральное скопление звездное там очень много миров и вот эта планета является тоже очередным плацдармом в рамках наступления на новый путь наступление на все миры саббат назначает лорда-милитанта хамеля командовать но в общем то так получается что вроде не очень хорошо командует ему везет все время ему везет потому что в самой первой волне сразу же моментально убивает магистра кувеля магистра культистов и культисты естественно без командования начинают драться между собой разбегаться единственное что происходит да после этого убийства в какой-то момент это то что культисты вот этим вот разбеганием своим формирует такую волну что получается как контрнаступление и вносят беспорядки в ряды имперской гвардии вот и продолжается соответственно это безобразие в восемь недель до восемь недель они культисты там бегают вносит этот хаос и беспорядок гвардия не знает что делать и никак не получается взять главный улей из-за этого потому что хоть и магистра убили но культисты еще более яростно статусом уже архаичное передвижение наверное и нельзя предсказать чё как нормально честно подраться нельзя уже на планетарной операции до по штурму цитадели вот этой главной командует некий полковник бульдин бульдин и вот не очень хорошо получается но вспомнить что случилось с предыдущим полковником у которого не очень хорошо получалось он подает прошение об отставке ну прошу меня как бы оставить от должности потому что не могу не вижу перспектив ну не смогла команды вот отправляет водителю слайда запрос но он как бы прочитав такой не то что негодует он так мои полковники не могут так себя вести и пишет ему попробуй снова попробуй еще один штурм типа этой цитадели значит чтобы тебе было не так скучно мы выделяем вам одного титана полководец один титан класса полководец до викторикс импассионата с помощью этого титана полководец силы полковника бульдина как раз захватывают этот главный улей и соответственно планета под контролем сразу нельзя было также увидишь сразу они надеялись на то что силы имперской гвардии наверное копят просто копят какой паверап а потом супер фаталити комбо с этой планеты закончили переходим на еще в каждой кампании должен быть таинственный эпизод здесь тоже есть таинственный эпизод переходим в следующий планет планете форнакс алиф небольшая планетка с имперским контингентом много людей там жила то есть она была промышленная не мир кузницы конечно промышленная фабрики и прочее прочее планируется на нее наступление на этот форнакс алиф но тут происходит как странность вроде все нормально но почему-то варп шторма начинает возникать вокруг этого сектора где находится эта планета и как-то наступление замедляется не могут вовремя доставить подкрепление еще что-то но тем не менее пока варп шторма бушуют формируют ударный кулак командует им генерал элфеб такой тоже очередной не а в там еще генералов вот на миллиард гвардейцев сам по генералов достаточно их там просто полно и вот кого-то по имени называют там их еще больше значит этот генерал элфеб отправляется к планете форнакс алифу но к сожалению за варп штормов прибывает только треть флота где-то две трети еще потерялась ну долгое путешествие в арке они занимают много времени и он вот за там условно за месяц а те еще типа летят где-то не успевает значит но что делать он прилетает берет под контроль пространство вокруг этой планеты но начинает замечать странное что-то почему-то вокруг планеты нет космических кораблей в принципе вообще ни одного нету и нету что за фигня причем нету никаких бог сигналов никаких переговоров ничего ладно такой наверное это ловушка ну мы же смелые имперские гвардейцы высаживаются на планету высаживается контингент 16 тысяч человек занимает ключевые города но странность никого нету в этих городах вообще ни одного человека нет пусто вот тарелочки все стоит на столах еда людей вещи остались людей нет ни одного человека очень странно мир весь мир пустой ну что за дела ладно они окапываются там и но остаются мало лишь что все-таки это довольно ключевой пир может на нем культисты были можете откуда все исчезли непонятно такая вот таинственная история знаешь из серии куда исчезла кого-нибудь индейское племя да про остров там по-моему это кстати было да тоже и только по ночам гвардейцы которые спят они слышат какие-то крики стоны душераздирающие но они никого не находят источника этих криков естественно не находятся они там проводят примерно год на этой планете отправляют донесение что да по-прежнему никакой активности хаоса нет планета под нашим контролем никто не прилетает ничем мы ее как бы защищаем плацдарм готов но варп шторма может донесение доходит может никто не прилетает но в общем в какой-то момент связь с ними теряется все непонятно что отправляют туда контингент железных змей не доброго веса до космодеса туда прибывают высаживают от друг подах 300 десантник спарта а это очень легко по моему разгадывается вся эта крутая военная машина сначала посылается кусочек из миллиарда и в этом месте перемалывают в том версия 20 идет это космодесантники идем в конце уже 30 пойдет это типа титаны защищают но это же таинственный эпизод так высаживаются 300 космодесантников с этими греческими корнями 300 спарта значит они высаживаются никого нет на планете только сухие пайки и окопы даже этого не ну как бы ничего даже техники нет ни техники не солдат не оружие ее нету куда все делать непонятно тайна тайна тоже слышат они по ночам крики душераздирающие но решают что надо все-таки обследовать все ульи может мы чем-то найдем находят в итоге на крыше восьмиэтажного здания в одном из ульев только один лимон раз единственный разбитый значит и в нем отрезанная отрубленная рука в перчатке сжимает рычаг переключения передать все больше ничего нету и никто не причем по как бы генетически сюда это рука имперского гвардейца человек в восьмом этаже да на 8 на на крыше восьмиэтажного здания начну медью не поделать никого нету таки ну наверное и ладно наверное ладно нам тут делать особые нечего ну так вот было ладно окей хорошо ребята все нормально сектор чист исчезает пока они обмениваются донесениями вдруг в космосе появляется гигантская комета и влезается в северное полушарие планеты форма ксали где находится как раз эти самые 300 железных змей 300 космонесанников из-за того что он врезалась начинают какие-то происходить сдвиги разломы начинают взрываться арсеналы которые там остались ядерным оружием и на планете происходит глобальный катаклизм иначе наступает ядерная зима да все выходит планета из-под контроля все взрывается наступает ядерная зима но десантников они как бы пережили все это условно говоря готовятся отступать оттуда и тут на планете начинается demonic invasion открывается портал и туда набегают орды демонов хорда и всяких других прочих и героические 300 космонесантников я с ними естественно сражаться что с ними еще делал в течение вот это вот я верной зимы как они описали длинная ночь демонов осталось это в описаниях имперских архивов они значит сражаются с прибывающими из портала демонами и прочими прочими тварями варп в этот момент прибывает оставшиеся две трети флота того от самого полковника который сейчас они долго летели в арпе вот они прибывают думаю сейчас мы поможем космонесом они но с кем-то сразу высаживаются на планету оказывается что они уже зачистили планету от демонов 300 когда справились сами нормально вот это хорошо я по-настоящему это хороший старый бак я жгру вот реально круто все планета под контролем потом в архивах значит имперских упоминается что после того как самонесандники всех демонов уничтожили уже никаких инцидентов не происходило планета была заново в итоге реколонизирована но все равно где-то кто-то слышал крики стоны и прочее уже но уже никаких демонов не было куда люди исчезли две волны не понятно ну видимо все таки был какой-то хаоситский ритуал может быть или что-то подобное тут мы конечно ничего не знаем но вот таинственный инцидент мой этаж лимонрав рука спать ночью думай дэн расскажи писать его буду на e-mail все написать разочек следующий эпизод не очень глобальный но тем не менее планета код со минус почему они описано описываются события на ней потому что примерно два года что за нее сражение обычно планету как мы знаем за 11 недель с помощью космодесантников можно захватить за эту планету шло сражение два года и потеряли примерно 8 миллионов гвардейцев очень яростное сопротивление культистов причем там уже находились не просто какие-то дикари культисты там были ну скажем так части перской гвардии которые переметнулись на сторону хаоса ну вот за те тысячелетия когда не было там имперского главенствования там происходили на этой планете глобальные танковые сражения почти как таларн в эпоху яресть хоруса но только без ядовитой атмосферы в общем нормальные танковые сражения причем в итоге эту планету отвоевывали что-то 13 лет там постоянно туда хаоситы еще прилетали еще прилетали это был постоянно горячий такая горячая точка сражений просто вот эта планета поэтому и заслуживают упоминания в этот момент архонт надзибар готовит контрнаступление они уже почти половину сектора прошли имперские войска да он начинает готовить контрнаступление собирать свои силы укрепляться а у имперцев не очень хорошо получается так складываются обстоятельства что у них как раз в этот момент это примерно вот 760 уже год то есть по сути компания идет уже там шесть лет да у них класс не очень потому что вот на планете до деформал прайм который мы первые захватили там начинается эпидемия и подкрепление оттуда не приходит потому что эпидемия планета на карантине лечит людей благо еще демоны не полезны это видимо еще нормальный там не бывает такого что сразу демоны ну в общем подкрепление откладываются да то есть продолжать вот этот вот наступление становится все сложнее сложнее снова замедляется на мирах которые вот по пути следование вот этого крестового похода начинается голод не урожай голод нету продовольствия солдат нечем кормить а их там были ну уже меньше конечно миллиарда осталось и наступление имперское начинает замедляться в этот момент да на дибар он собирает контрнаступление значит собирает своих магистров при поддержке своего довольно сильного магистра шалена скара он отправляет большой континент войск на вот эту планету которую про описывали где видно лик святой до с 19 парсеков на северен вторая волна туда идет начинают заново сражаться за эту планету 16 месяцев хаоситы и и просто начинают уже тюжить в обратную сторону то есть там имперская гвардия создает плацдарм хаоситы наступают опять дела идут не очень хорошо лорд милитант воитель слайда он продолжает настаивать на том что его предназначение отвоевать крестовые похода вот эти миры собак и он устремляется к планете blow hold такая планетка она практически в центре вот этого звездного скопления как объясняется необходимость ее захвата и вообще как бы ну прорубание к ней такого массивного пути то что значит он идет практически вслед вслед по пути крестового похода 5 собак в 35 тысячелетий что вот и эта планета и для нее тоже была очень важна и там так значит мы дадим бой силам архиврага она этой планете как раз и тусуется тот самый архон надзибар архивраг предводитель всех сил хаоса так и они значит отправляются большим кулаком к этой планете 765 году начинается операция по захвату этой планеты это примерно середина вот это вот крестового похода 10 лет проходит уже сначала 55 начался в 65 они дошли до середины сектора планируется естественно это все не так что типа прилетели и давай нападать естественно это же генералы воители они садятся начнут планировать военную операцию пафосное название адский шторм сейчас мы горит всех культистов в адском шторме сгнаем пять этапов планируется в первую очередь захватить космос над планетой и начать орбитальную бомбардировку всех крупных городов потому что мы знаем там все культисты всех разбомбить хорошо может сработать бомбардируют высаживает первую волну десанта развертывается значит десант все зачищает точку высадки начинают продвижение к ульям которые уже раздолбаны бомбардировкой и высаживая вторую волну и значит штурмуем всю планету одновременно это ну надо представлять что мы кэштак рассуждаем об этом ну вы эти это у нас мы не было не то что даже опыта в истории чайства не было такого что надо штурмать целую планету но это глобальная история и фантастическая поэтому естественно там он дуб приготавливает значит три армии которые значит одна на северном полушарии высаживается одна где-то кита островах группы поддержки то есть это глобальная там у них такая тактическая карта сам он вызывается командовать наступлением на главную столицу всей этой планеты олигархи город олигархи почему так называется не знаю не написано было слайду знаешь что там в этой олигархии орды четырех магистров будут ему противостоять потому что сам надзибар он призвал туда вот этого сбежавшего дарк механикума в кавычках асфоделя который там ему уже машин скорби наделал естественно ну а как без этого то чуть ли нею почитатель хорна магистр кул коллеж очень злой да кул и значит они там 10 дней наступают на эту олигархию штурмует этот город 10 дней причем постепенно по чуть-чуть культистов там очень много они все яростно сопротивляются постепенно захватывают какие-то райончики укрепления только при поддержке космодесайнников белых шрамов опять же мотоциклах им удается уже до дворца главного до главной цитадели добраться космодесантники учреждения им помогают вычищают так как описано что не прям по главному проспекту проехали порогами с мотоциклами вычистили всех культистов пройдя открыли путь для имперской гвардии на цитадель на другом континенте тоже крупный город островной архипелаг балаполис там сражается некий генерал макарот макарот но при всем при этом очень интересно у него на английском написано имя как макаров то есть на конце мягкая якобы он макаров наверно все-таки но недостаточно макаров вот такой вот или до конца туда я буду называть макаров потому что не макарот не нравится звучит ну как-то странно макарот а у макаров будет макаров значит генерал макаров героически сражается вот за эти вот на этом архипелаге за обладание большим значит плацдармом тоже а этот генерал он протеже воителя слайда то есть он его очень благоволит это молодой генерал вону все 50 до бой не стоит 50 50 но благоволит ему и у него там поступает донесение что у генерала макарова все очень плохо что вот там культист уже практически щемит и все но своим тактическим гением он мог переломить ситуацию значит поражение обратил в победу они захватывают этот балаполис рапортует он воителю слайда что все хорошо я победил и это слайд на девятый день наступления как раз на олигархе это происходит слайда так вдохновляется этим что все уже он выхватывает свой меч и говорит вот мой значит протеже меня не подвел сейчас и я твою героическую победу я не начинаю значит штурм этой цитадели при поддержке имперской гвардии на этой цитадели конечно же сидит злой вот этот архив враг над зибар ждет когда я до него доберутся плетет свои интриги но это вот классика когда хороший против плохого и там описывается что героические поднимаются по лестнице убивают волны культистов бесконечные лорд-милитан слайда там сабли своей power вэпоном всех рубит и вот раны какие-то получает там был из лаз пистолета в живот попадает но он не замечает этих ранений он сражается с иступлением прорывается в этот тронный зал и вступает сфатку с над зибаром типа вот она кульминация дошка-то дымит и дальше там описывается очень интересно по одним источником их бой продолжается 6 минут по другим источником 11 минут чем знаешь поскольку это имперские хроники там хаоситы не очень подробно описываются ну потому что это проклятый богом и литвы говноедых куда и там даже не описано чем он сражается этот надзибар но он сражается полгода какими-то там мечами он очень тоже искусный воитель и он наносит слайда 2 смертельных раны но тот значит в таком вот в героическом порыве протыкает его своим мечом тоже убивает его а там описывалось так что когда он влетел в сал и они прям схлестнулись в бою с этим надзибаром что всех будто бы знаешь отбросило от них то есть не там в центре пустого пространства такие сражались но и никто типа не мог вмешаться а тут когда они значит друг друга проткнули вдруг прорываются туда культисты культисты и такой горой наваливаются на них то что их два трупа я думаю сейчас возьмут слайд больше он скротельно ранен деревянный трон строим подожди подожди до деревянного трона еще не доехали ну они зачем нам наваливаются на все но вот на этих стран на сражающихся героев значит они хотят отбить тело своего магистра и мог налет оттаскивают его куда-то туда же врывается имперская гвардия этих культистов подстреливают отступающих вот и видят лежащего значит лорда-милитанта слайду и по описанием знаешь героическим описанием некоторых его капитанов и наполковников что он якобы сжимает руках статуэтку святой собак такой лежит при смерти культисты забирают тело над зибаром уже мертвого но поскольку они начинают отступать с этой башни то у подножия башни встречают гвардейцы расстреливают этих культистов и труп над зибар из поломки вываливается и только тогда они понимают что слайды совершил героический подвиг убил вот этого архи врага и вообще он молодец этого слайдер берут уводят естественно вставку он ранен при смерти но еще не умер уже понимаешь что он уже не жилец потому что может быть если бы значит культисты не набросились на них то он бы еще выжил но они нанесли ему кучу травм пока это тело отбирали в общем и зарвали его и он уже как бы не жилец хитрожопый асфадель который вас машина смерти создает он сбегает тут даже и гадалки не ходи он сбежал с ним сбегает еще один магистр шаленскар который там потом еще появится в будущем они значит убивают всех культистов из городов находят естественно огромные лагеря смерти культисты куда загоняли гражданское население то есть прегрешение хаоса тут ясны и понятны всех пленных казнят поскольку слайда при смерти поход приостанавливается немножко начинаются выборы кто же будет новым воителем а у слайда очень много генералов которые метят на эту должность генерал сайбон там тоже героический значит тот же генерал макаров который его протеже но слайда в общем-то умирая дает точное указание что вот я хочу видеть следующим воителем макарова боевого мальчика боевого генерала который молодец герой скинул же слишком молодой ничего а то он героически победил и вообще в общем вы еще в нем сомневаетесь я во мне же тоже сомневались он убирает назначая макарова свои средства преемников до я устал я ухожу до культисты тоже естественно должны выбирать своего нового магистра голосование на голосованию кто сильный кто сильнее тот и культист поскольку слайда сконцентрировал очень большие силы вот на этом направлении на благоход где они героически вот победили якобы сердце вот и империи хаосидской они устроили на много большой шухер что оттуда начинают культисты просто в огромных количествах бежать но поскольку имперская гвардия напала только с одного направления то получается что культисты отступают совершенно как бы за свободно захвачены ими регионы но их так много что они попутно разоряют множество других планет которые были не при делах да вроде ну где не было даже каких-то культов или они просто были под гнетом но не сильно огромная вот эта волна культистов начинает разорять сектор заново отступая понимаете что то пошло не так но уже поздно что-то менять назначается к воителям макаров он тут же садится новые планы нарисовать как нам значит это все компенсировать как культистов обойти и следующие шаги крестового похода еще шаг на самом деле это отбить систему кабал миры система кабал тоже она внутри вот этого скопления собак находится она знаменита тем что вся система окружена какими-то мирами крепостями но это вот ну это не звездные крепости это миры которые настолько сильно укреплены что они являются гигантскими крепостями которые защищают подходы в систему крепость не люди создали а какие-то ксеносы давным-давно миллионы лет назад эти крепости создали когда была первая волна экспансии эти крепости уже нашли пустыми но используя их оборонительные сооружения для укрепления империума сейчас естественно хаоситы ими владеют их тоже нужно отбивать это довольно серьезное такое предприятие довольно серьезное предприятие все эти крепости отбить получается что надо подготовиться да но врага сейчас вот прямо сейчас не начну не начинают преследовать к сожалению потому что нужно перегруппироваться все эти силы заново скопить и разработать планы потому что все-то думали что слайда останется командовать а поскольку номер его планов никто не знал на это все нужно новую стратегию разрабатывать постепенно происходит сражение в окрестных мирах то есть в течение двух лет вот это вот все планирование еще происходит одна из планет парфеноп которая неподалеку находится да да скажем так в начале вот это вот пути нового продолжения крестового похода там происходит большое поражение силы империума потому что поражение да там сидел довольно не сильный магистр кукс без глаз и как его называли и он обладал большими очень армиями культистов но при всем при этом волочью флотом то есть видимо планета была очень хорошо укреплена был флот и он нанес поражение и войскам империума на поверхности и когда прилетел флот механикум чтобы высадить титанов побыстрее и помочь он еще и в космосе разбил флот механику через два года после этого назначает нового маги нового архи архонта назначают хаоситы вернее им становится им становится злую злющий хорнадский лорд культист анагнавар сек новый центр сопротивления возникает отступление вот этих вот хаоситов продолжается и вот эти вот миры которые не разоряют попутно их называют уже потерянными мирами значит они захватывают один очень крутой мир кузница урдэш который потом начинает производить огромное количество техники для хаоситов для культистов потому что это был большой мир кузница вот эти вот отступающие его захватывают берут под свой контроль и он начинает снабжать культистов оружием в огромных количествах где-то танки ракеты все что угодно он там полный цикл производства каких-то там чуть ли не уникальных артефактах их это танков теряют несколько миров с которых набираются полки имперской гвардии как раз тогда вот это вот отступающая сила проходит через мир танит танецкий первый единственный полк тот самый который описывается в романах дэна амнета это вот про них первый танецкий больше известный как танецкий 1 и единственный полк имперской гвардии изначально на таните было создано три полка имперской гвардии танецкие 1 2 и 3 6 тысяч человек и небольшое количество техники и артиллерии танец и непревзойденные разведчики стрелки и мастера скрытых операций великолепная легкая пехота говорят что они обладают безошибочным чувством направления которое развелось из-за проживания на планете наполовину покрытой густыми лесами постоянно находящимися в движении и скрывающими любые дороги первый и единственный незаменим во время скрытных операций по проникновению в тыл противника а также показал себя упорным и жестким противником в оборонительных действиях в городской местности униформа танецов черная с одеваемыми по желанию шлемами для обычных пехотинцев и пилотками для взвода элитных разведчиков полка кама плащи сделаны из хамиолина визитная карточка призраков известно что танец и охотно используют огнеметы и ракетницы хотя в случае с ракетницами они предпочитают укороченные для большей мобильности а также регулярно пользуются автопушками и снайперскими винтовками каждый солдат имеет при себе длинный обоюдоострый боевой нож который танец и зовут прямое серебро все понимают что так дальше нельзя на потому что еще больше разорений причиняется сектору прилетает экклезиарх главный и берет с макарова макаров обед обед что значит ты не просто лорд-воитель и освобождаешь мир и собак ты еще обязан искоренить всех демагогов хаоса здесь и магистров типа вот такая твоя святая клятва и будь-ка любезен дружище искоренить всех хаосинских лидеров чтобы значит они перестали смущать народ и вообще как бы порочить перскую веру на экклезиархия таким образом немножко влияет на происходящее ну что делать макаров в общем-то выбирать не приходится да он по-прежнему разрабатывает план компании поскольку не уже пол сектора захвачена крупные плацдармы сеть шпионов тоже действует они начинают вычислять хаосинских магистров чтобы их ликвидировать упростить себе задачу потому что уже понимаешь что конечно слайдо он ну вот вторгался на планету а там везде магистр сидит он всех значит разворотил демагог такой и культисты с ним сражаются конечно сильнее одна из первых операций это поимка магистра шалена скара в 768 году отправляют команду истребительную из имперских гвардейцев а поскольку раз этот танецкий полк примкнул там к ним они же такие типа как партизаны лесники партизаны они значит тоже помогают в этом ловят этого шалена скара очень успешно потому что он сражался до последнего он хотел возвыситься после смерти может быть в демон принца превратиться как это бывает обычно с хаоситами но нет героичка смерти не происходит и передают его в руки инвизиции и дальше засекречена его дальнейшая судьба засекречена видимо подвалах инвизиции его замучили нормально ищут другого магистра рушек ваким пират пират со своим флотом очередным он постоянно из сангенарных миров прилетает пополняет там себе команду прилетает берет на абордаж имперские суда набеги устраивая суда снабжения постоянно значит какие-то рейды устраивают неприятный чувак залоза да но в какой-то момент в какой-то момент получается выследить его и у планеты не зон 2 видит застает его флот на видимо они пополняли припас или еще что-то имперский влот его застает берет на абордаж и самое главное берет его набрать флагман корону шипов истребительная команда врывается флагман ищет этого рушека вахима но он умудряется высадиться на планету поздравили многого дропподики маленьком и они за ним высаживаются уничтожают командование во первых и ликвидирует его на планете то есть далеко он не сбежал конечно же вот в итоге двух уже магистров уничтожили по заветам эклизиархи выслеживают того самого асфаделя наследника тоже команда ликвидаторов имперской гвардии выслеживает его на одной планете и ликвидирует его аккуратненько такая точечная операция то есть они лишь переходят от того чтобы заваливать мясом уже таким вот точечным операциям то есть видимо молодой у генерала макарова он несет вот больше таких тактик то есть теперь уже не просто мы проходим все по всем планетам видим от миллиарда гвардейство осталось меньше намного поэтому приходится к таким вот методом прибегать но это довольно успешно просеиваются там культисты сопротивление культистов здесь то есть в целом дает плоды какие-то и дальше уже заканчивается планирование операции глобальные да постепенно и генерал макаров приступает к очищению вот этого сектора кабал начинает постепенно захватывать эти миры крепости захватывают крепость сальвеек захватывают крепость афро устраивают там знаешь как ну такие плацдармы тоже как у как обычно они любят типа новый крестовый поход мы продолжаем все начинают значит эти планеты постепенно отвоевывать ну опять же происходит видимо это все на фоне междуусобиц культистов потому что предыдущий архон смещен и в 71 году в 771 новый архонт теперь уже самый злой из всех то есть даже тот на дивар видимо не был таким злым становится архонтом урлок гаур это хорнадский культист он поклоняется хорну он ходит в гигантской броне из которой шипы торчат во все стороны и он как раз вот является таким родоначальником известных кстати тебе тоже войск войск кровавого договора blood pack blood pack до из неведомых культов хаоса с языческих планет окраин сегментума pacificus появились войска кровавого договора появились чтобы стать постоянные угрозы империуму человечества настоящий облик тех кто вошел в кровавый договор редко можно увидеть их лица скрыты под сделанными из плохо обработанного железа масками оскалившихся существ абсолютно точно известно что все они люди или мутанты хотя ходят неподтвержденные слухи о появлениях в их рядах ксеносов в общих чертах все встреченные имперскими войсками силы кровавого договора обычно походили на варварские и истрепанные полки имперской гвардии их броня являлась стандартным боевым облачением снятым с тел погибших гвардейцев или сделанным по тем же схемам что и имперская кроме этого в их экипировку входили изрядно поношенные рюкзаки полосы из ткани на броне и оружие обычный набор амуниции включающий в себя тяжелые полевые ботинки и стальной шлем из-за такого разношерстного облачения нельзя найти двух одинаковых солдат кровавого договора внешность их несуразная и отталкивающая их одежда грязна и оборвана их шлемы повреждены и исцарапаны оправдывая свое название войны кровавого договора предстают в одеждах кровавого красного цвета шлемы их алого цвета артериальной крови одежды света запекшейся крови изначально его этого телохранители бывшие они возвышаются вместе с ним он им говорит что резня черепа убивайте всех но они все хорошие воины потому что это варварский мир откуда он их набирал изначально они приносят ему клятву все все блатпактовцы должны принести клятву непосредственно магисту почему не подходят ритуальные порезы а его доспехи на руки себе наносят дают им клятву ему служить до смерти и значит это вот войско очень сильное оно конечно плюс вот при поддержке от это мира кузнецы которые захватили она поставляет им технику оружие это не просто и фарвардам с дубинами у них это по сути имперская гвардия но в шипах да у них техника с шипами они сражаются во имя хорна и вот этот вот урлог гаур он ими командует и в общем-то они бесстрашные ублюдки хорнадские кровожадные и значит продолжается вот это очищение миров кабал сопротивляется кровавый договор сопротивляется новый архонт макаров значит продолжает значит свои планы реализовывать они постепенно знаешь как его очень интересно там описывается они продолжают продвигаться в глубь скопления но одна из веток их крестового похода она проходит совсем-совсем по краешку сегмента чтобы отсечь возможность поступления подкреплений из миров сангинарных чтобы хаосида туда не прилетали еще опять же продолжают выпиливать магистров это уже двадцатый год вот это вот крестового похода 771 773 значит магистры продолжают атаковать оставшиеся магистры атаковать миры и там возникает такой паритет там блат пакт поскольку они захватили эту мир кузницу и очень сильно поддерживают теперь техникой с ними тяжело сражаться уже знаешь затяжная такая война становится и в этот момент там наш как тоже довольно интересно описывается что может по сути имперца спасти только чудо ой да ну конечно конечно же может спасти только чудо и в какой-то значит момент на одной из планет ерадор появляется девушка появляется девушка так вот очень похожая на святую собак вот значит ее зовут еще ли она значит очень тоже верующая сильно и говорит о том что я это реинкарнация святой бяте собак и вот подожди подожди только этого не хватало надо все проверить вот сейчас водой давай до встречи рим надо горит все проверить пока значит там туда-сюда видимо за экклезиархом отправили проверять к ней присоединяется танецкий первый единственный полк вместе с комиссаром гаунтом это вот новоявленная святая собак вместе со своими приспешниками они верят она значит на и радоре устраивает глобальную такую зачистку крестовый поход с новой силой возрождается убивает одного из магистров очередного магистр арахонтов енока и на кенте таким образом знаешь как пламя крестового похода возрождается вновь они продолжают очищать эти миры уже под предволительством макарова и вот этой вот самой новоявленной реинкарнации святой бяти собак описание компании ну примерно здесь заканчивается вот эта глобальная обнитовская потому что видимо ну нужно было создать поле для деятельности но тут вот именно время замирает и потом уже описание бэкграунда бэковой они говорят о том что в итоге к соответственно концу сорокового тысячелетия уже вот фактически на там получается это через 300 лет то есть да это семьсот семидесятые года через типа 300 лет когда девятьсот девяносто девятый уже год наступил сорокового тысячелетия то хазиты в общем-то всю практически систему саббат вернули под свой контроль и не напрасно было потому что слишком это далеко слишком это на окраине имперских миров и слишком близко к непонятным каким-то мирам откуда хаоситы лезут постоянно а империуму нет возможности давать подкрепление туда нет возможности отправлять туда действительно большие силы но это значит оттягивать просто силы от основных точек сражения и получается что весь вот этот вот гигантский 20-летний крестовый поход он не закончился по сути ничем кроме как создание огромного количества бэкграунда дэна магнитом ну и выпила с такого количества культистов хвостик да что нет да ну я думаю что миллиард игрешников убили мира миллиард культистов наверное потому что там не было всяких хаоситов именно хсм каких-то ксеносов ксеноса вообще там ни одного нет они просто не прилетают крепость да это далеко некрон да это далеко и в общем то там сражение людей с людьми и за это вот эта компания она знаешь видимо не получила такого развития как варзона например даже то что тот же армагеддон демоны орки там какой-нибудь да у нас там некроны щитбала некроны тиранида да то есть вот эти все компании они глобальники ведь здесь марки есть мало марки есть мало спейс маринов и получается что в общем то вот все вот эти вот события и мадрой похода они нужны только для фона модели были только у галлистов угол дал его команды было да и да в бокс и все ну да согласен некуда было развивать те годы это направление сейчас рады что фарджи отдавать надо было но сейчас наверное просто забили уже и положили болда закрыт очень старый компейн это очень старый компейн 10 лет наверно точно уже да точно здесь конечно конечно 15 наверное мульта где-то 2000-2002 год да 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 вот закрыли просто ветку этого компейна оставили его в покое положили крест ну что же дело зато остался вот такой вот большой сборник описывающие события ну и коля твоего и культуру вот хаосит ну что поделать значит так решила games workshop вот гримдарк создать наметать ну я говорю что тут вот конечно попытки вот это вот типа тоже какой-то героизации что вот там святая своя появилась и все то есть ну по придумано прикольно но это калька последующие просто обкатка видимо идей для дальнейших кампейнов которые более значимые конечно же да потому что также святая селистина какая-нибудь там врата коде и прочие вот эти все события они конечно вот обкатывались наверно этом компании ну плюс еще художественное описание то как прикольно прям чувствуется рука да да ну и куча вот картинок из вот артбука например по посвященного крестовым походу собак тоже вот она по мере у нас появлялась здесь и ну можете оценить в конце концов это было прикольно люди против людей сейчас такого очень мало если вообще что-нибудь осталось бэггаунт ныне описывается большими такими мазками да а ты кстати заметь в за вот всю но в нашей протяженности только один эпизод с демонами до их спейс-марина обычный загнать грязно зачистил он крутой петодорту прочим а то вина и рукан в лимон разного даже это очень прикольно сейчас в демоны появляются ниоткуда атакуют их им напихивают причем атакуют уже вот четкие либо батальоны формации какие-нибудь либо юниты их спокойненько нарубают и пошли дальше ну куда нормального демоника но и жена тая и мистику никто там даже не пытается нагнать толком максимум планету в тумане предоставляют вот ну вот такой вот большой кампе если вам понравилось как это все выглядит лайкайте комментики пишите в комментариях именно ваше мнение обо всем этом деле если у вас есть какие-то дополнения идеи вопросы будем читать будем отвечать и ждите следующего равно что-то еще читал какую-то информацию расскажите что еще там до происходило но вот как а последний вот по бэкграунду по таймлайну то что от хаоситы все-таки назад все это смогли отжали ну да там нормально тряпки черный крестовый поход думаю там хотели они вторую часть этого кампейна наверно все-таки делать за но дэн как-то оторвал потом от вархаммера по моему видимо он потом в эйзенхорна ударился он закончил цикл цикл про танец киперами да да и ударился в организме было потом как либо надо просто дочитать как раз про танец киперами с и может там как раз последние годы кампейна описаны вот этого были до увидимся с вами уже мы четверг наверно стрима чудесно только стриме куда пообщаться спросить чё как как чё каждый четверг каждый четверг в 10 часов вечера по москве 2 2 0 нас баковые стримы где мы собираем на следующий ролик по теме определенной которую выбираете либо вы либо сами вот и отвечаем на вопрос рассказываем также много-много по бэкграунду вархаммер а вот и все общего всем вам спасибо за просмотр увидимся пока пока до свидания